Дневник Петра, Дневник Петра, Дневник Петра Солгорчаков. Значит, это такой незрячий, он закончил исторический факультет по спортсменам и спортсменам и шахматистам. Он провел первую страшную блокадную зиму здесь, у нас в городе. Значит, что из себя представляет его дневник, вот если говорить о нем как об источнике? Значит, в строгом смысле это не дневник, потому что это не подемные записи. Он как бы уже задним числом многое описывает. Значит, человек, художник, который организовал эту инсталляцию, значит, Максим Шер, попросил меня переписать от руки отрывок из этого дневника. Причем я вынужден был в целях максимальной достоверности переписывать его со всеми переколами, грамматическими ошибками. Вот посмотрите, читайте, как я выглядел. Там вот мир слепых, очень такой замкнутый, тяжелый. И есть конкретный сюжет, что война этот мир немножко разрушила. Может быть, с одной стороны, это и хорошо, потому что... Ну, просто полетело вот все это общество слепых наше, потому что оно просто элементарно не работало, не было возможности у него работать. Но с другой стороны, получалось так, что люди оставались одни. С Горчаковым этого не произошло. Ну, он был вынужден заботиться о жможем, может быть, это и не спасло, но сам. Чем он, наверное, пережил. Он оставался большим. Человек сложный в этом дневнике, видны очень особенности того времени. Вот он, допустим, пишет, здесь, по-моему, нет этого отрывка. Он пытается объяснить, почему он остался в городе. Ну, конечно, начинается эта фразеология. Потому что я хотел работать для любимого города, вот это вот все, да? Значит, и тут же говорит, ну, понятно, что мы бы уехали, мы бы комнату потеряли. Ну, люди есть люди, жизнь есть жизнь. Еще очень-очень важный момент, почему вообще блокадные дневники хорошо читать. Вот в них очень хорошо видно, вот ты вот можешь реально почувствовать, ну, вот, не вот это вот, ну, когда тебе говорят, голод, люди жили, люди умирали, ну, уже затертые слова ни о чем, да? Умирали, умирали, Господи, когда это было сто лет назад. А тут, когда это описывается, что, вот, допустим, люди воровали карточки даже друг у друга, даже не потому, что они сволочи, мерзавцы, а просто уже работала в физиологии. Человек уже мог, даже часто уже не отдавать себе отчет о своих действиях. Ну, у него только одна мысль – еда, 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 еда. То есть это такая тема, получается, что вот в этом нельзя жить. Ну, вот извините, что так сумбурно, но я просто попытался не отдавать себе отчет о своих действиях. Спасибо. Нет, а я смотрю еще, пап, смотрю. Мне хотелось, мне хотелось защиту страны и города. А где еще я мог успешнее работать, как не в Ленинграде? Ехать мне хотелось... А, точка. Но из сладкого бы мало было бы, так как никто нас не ждал, а базы материальной не имелось. Пожалуй, это главная загвоздка. Может быть, удерживала нас и комната. Да, поток сознания. Женя одно время даже решила ехать одна с попутчиком. Но в конце концов мы решили ехать на ДВ. Выхлопотали пропуск. Вот тут-то мы и застряли. Шли уже 20-е числа августа. Немцы подступили к городу. Блокировали его. ЖД-связь была прервана. Все наши разрешения остались в архив. И потом еще не раз включали нас на эвакуацию. Но ехать было не на чем. Редактор субтитров Продолжение следует...